Всем привет! И уже прошло ровно два дня с того момента, как в моей коллекции девайсов появилось два новых агрегата от SteelSeries. Недавно я приобрел себе новую клетку SteelSeries Apex 7 и гарнитуру, которая называется SteelSeries Arctis One. КОНЕЦ 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 ПОСПУВД КОНЕЦ Коротко говоря об этих девайсах. Вы уже видели в начале видеоролика краткий обзор, краткий за тест, и вообще что из себя представляет данная гарнитура и данная клавиатура. Говоря конкретно, до этого я пользовался девайсами от не менее известной компании, и конечно я был доволен, но когда я решил обновить свои девайсы, я принял решение, что буду брать именно девайсы от SteelSeries, как ни странно. Во-первых, это отзывы, это отличные оценки, и это конечно же гарантия качества, потому что SteelSeries сделает настолько качественную продукцию, которая ну просто не развалится от вашего метода печатания, а я печатаю 10 пальцами. и не заставит вас проигрывать, например, в тех же шутерах Valorant там и так далее. Откат, братуха. Расскажу вам немножечко о клавиатуре, которой я попользовался. Скажу честно, нажатия у данной клавиатуры приятные. Это обеспечивают свечи, которые стоят здесь, по-моему это красные свечи, если я не ошибаюсь, да? Вот такой вот звук. Приобрела себе клавиатуру SteelSeries Apex 7, которая стоит 189 евро. Где-то это примерно до 20 тысяч рублей, может чуть больше, может чуть меньше, но суть именно в гарантии качества, потому что данные свечи у этой клавиатуры, а вы можете ставить абсолютно любые свечи, либо коричневые, либо голубые, либо красные, они выдерживают до 50 миллионов нажатий. Учитывая мой 10-пальцевый метод печати, мне это было просто необходимо, поскольку те же самые девайсы от не менее известной фирмы просто не выдерживали мой метод печатания и просто свечи бывает, что разваливались. Конечно, это большой... Сама по себе клавиатура Apex 7 сделана из авиационного алюминия, что позволяет, конечно, оценить качество данной клавиатуры, её корпус, ну и почувствовать её весомость, потому что клавиатура достаточно нелёгкая. Стоит отметить, что здесь есть магнитная подставка под руки, чтобы печатать удобнее, играть в какие-нибудь там шутеры, либо какие-нибудь там RPG-MMO-выживалочки. И как раз у вас рука, а именно вот эта вот часть руки, находится под 45 градусов, под оптимальным углом, который необходим для правильного нажатия на клавиши. Говоря о том вообще, что в данной клавиатуре такого, что отличало бы её от других клавиатур, безусловно, это дисплей LED. Мультимедийный дисплей, который отображает напрямую информацию из игр, из Дискорда, либо же из музыкально проигрывающих приложений, когда вы слушаете музыку, у вас всё это высвечивается на вот этом маленьком экранчике, который есть в верхнем правом углу вашей клавиатуры. И безусловно, это круто. Также здесь есть мультимедийные рычаги, то есть вы можете управлять колёсиком, то есть подкручивать, откручивать звук и тем самым управлять, регулировать необходимую для вас частоту. Также есть кнопочка паузы, перелистывания и так далее. Но это всё выглядит крайне эргономично и абсолютно не мешает вам спокойно справляться с вашими повседневными задачами, сидя за компьютером. Говоря о звуке данной клавиатуры, безусловно, она тихая. Давайте послушаем вообще, как она звучит. Это механика, но она не щёлкает, потому что свечи здесь не синие. Очень приятный звук, который лично мне не доносит никакого дискомфорта. Это стандартный звук, который может понравиться безусловно каждому. У данной клавиатуры есть трёхнаправленная прокладка проводов. Если у вас есть какая-то такая перфекционистская замороченность и вы любите какой-то свой фэншю на столе, какую-то упорядоченность, поэтому вы можете взять этот толстенный кабель и протянуть через трёхнаправленную сеточку, через трёхнаправленные устья и, соответственно, направить кабель в нужную вам сторону и, в принципе, не париться, где он у вас тут находится. Я лично не стал этого делать, я просто, ну, закинул его за стол и у меня всё отлично, всё нормально работает, ничего не мешает, не доносит никакого дискомфорта. Самые прикольные фишечки этой клавиатуры находятся в самом управлении мультимедиа, а именно в SteelSeries Engine, который скачивается у вас автоматически на компьютер, когда вы подключаете эту клавиатуру через USB-разъём. В этом приложении собран необходимый перечень для того, чтобы управлять данной клавиатурой. Около пяти конфигов вы можете настраивать под себя, под какую-либо определённую игру, вбивать макросы, либо же менять подсветку. Лично я сделал вот такую вот подсветочку, которая приятна для глаз. И, например, если я играю ночью, либо вечером, когда уже темно, когда уже выключаю свет в комнате, я могу включать различную подсветку. Например, мне нравится голубой цвет, то есть я его включаю и у меня типа неон. Также вы можете в этом приложении SteelSeries Engine настраивать необходимые вам настройки OLED-дисплея и ставить любую гифку, которая вам понравится. Лично я поставил волнообразные изменения графика, поэтому мне это понравилось. Это как будто вас подключают к какому-то аппарату жизнеобеспечения, и у вас показывают ритмику и сердцебиение, ваш пульс и так далее. Подсветку вы можете настраивать абсолютно под себя, это вы видите сейчас на экране, потому что я решил это показать именно тут, чтобы вы поняли, как это всё делать. В этой клавиатуре абсолютно всё поддаётся настройкам, поэтому ваши желания и ваши предпочтения по играм и не только будут удовлетворены на все 100. Лично мои удовлетворены. Теперь я расскажу вам немножечко о гарнитуре, которую я купил на замену моей другой, которая тоже от не менее известной фермы. Безусловно, я как человек, который любит пользоваться всякими интересными штуками, приобрёл себе ещё и гарнитуру от SteelSeries. Это SteelSeries Arctis 1, которая, впрочем-то, сделана очень качественно и не оставляет за собой никаких косяков и следов. Данную гарнитуру можно отсоединить от различных проводов и просто носить с собой и подключать, например, к тому же самому телефону и наслаждаться звуком, который SteelSeries делает, безусловно, качественно. У нас здесь имеются специальные переключатели и кнопки, чтобы не отвлекаться во время игры и спокойно регулировать громкость, либо же отключать ваш микрофон во время какой-либо баталии вашей дома. Вот так они примерно выглядят. Сейчас я вам покажу, сфокусируется. Вот то самое колёсико, и вот выключение-включение микрофона. Микрофон выглядит вот таким вот образом. Это обычная, ничем не примечательная палка, которая вставляется в разъём, и, соответственно, вы пользуетесь качественным микрофоном от SteelSeries вместе с гарнитурой. В чём преимущество этого звука? Я сейчас запишу его на Audacity, вы немножечко послушайте звук. Этот микрофон съёмный Клерка, сделан по технологиям как в авиации, поэтому вы можете реально представлять себя пилотом с чистым звуком, без каких-либо искажений и с приятным шовом-то давлением. ТЕСТ ГОЛОСА Раз-два, раз-два-три, на канал Отличник ЛАЙФ и по ссылке в описании перейди. Раз-два-три, раз-два-три. Раз-два, раз-два-три, на канал Отличник ЛАЙФ и по ссылке в описании перейди. Раз-два-три, Раз, два, три Презусловно, настраиваемое оголовье Вы можете выдвинуть необходимые для вас вот эти рожки И, соответственно, настраивать под вас Опа Меня, кстати, оглушило Реально конкретно оглушило, потому что в других наушниках, которыми я пользовался до этого Такого эффекта нет Реально, как будто вы находитесь в каком-то своём пространстве И всё, что вокруг вас, вас вообще не волнует Это действительно круто В играх примерно будет так же Эти наушники также совместимы со всеми консолями То есть с Nintendo Switch, с PlayStation, с Xbox и так далее Технология звука Arctis 1 дарит вам возможность Случить даже малейшие нюансы в ваших играх И тем самым обгодять ваших соперников на шаги вперёд Ну вот такие вот девайсы у меня вышли Пишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу SteelSeries Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал И переходите по ссылкам в описании